Всем привет! Меня зовут Сергей. Я хочу показать вам издание сборных фильмов одного из моих любимейших режиссёров Дэвида Линча. Режиссёр легендарный, не знаю даже считается ли он арт-хаусным или нет, но просто увидев такое издание не смог удержать себя в руках и заказал. Обязательно всё пересмотрю, хотя большую часть фильмов смотрел и так. Ну и наверное после издания фильмов Стэнли Кубрика, это второе моё издание в коллекции, посвящённое не какой-то конкретной серии фильмов, а какому-то конкретному режиссёру. Кстати, издание сборника Стэнли Кубрика уже было на канале, если интересно, найдите, посмотрите. Ну давайте открывать. То есть коробочка такая внешняя, красивая, чёрная. На каждой букве момент из определённого фильма, сзади описание всех фильмов, всех шести. Ну давайте лучше откроем, посмотрим внутри. Внутри всё упаковано в такую книжку, которая открывается вот так. И тут у нас тоже фрагменты из всех фильмов. И всё это ещё больше открывается, то есть даже на это не влезет, наверное, в кадр. Давайте пополам посмотрим, вот заново. Открываю книжку, да. Открываю раз. Открываю два. Открываю три. И открываю ещё четыре. Извините уж, не настолько у меня широкоугольный объектив, что всё это влезло. Но знаете, если разложить всю эту книжку целиком, то она будет занимать больше метра длиной. Давайте постараюсь показать. Смотрите. Вот она вообще гигантская. Забавно сделали, конечно. Для обзора не очень удачно, но для пользования просто супер. То есть вот у нас первый идёт Eraserhead. Человек-ластик или глава-ластик. Потом Дюна, знаменитый вообще фильм по трилогии Фрэнка Герберта. Обожал его в детстве. Дальше у нас Blue Velvet, Wild at Heart, фильм по Twin Peaks и Потерянная шоссе Лофт Хайвэй. То есть вот шесть фильмов и вот такая бумажка. Бумажка, думал. Шесть бумажек, по каждому фильму ещё своя открыточка. Ну вообще очень круто, смотрите. Давайте я уберу диски. Красота. Просто шесть отличных фильмов, замечательные издания, ещё и с открыточками. Ну, очень приятно просто обладать. Ещё приятнее будет пересмотреть. К тому же в отличном HD-качестве, Full HD. Плюс к каждому фильму предлагается просто немерено различных материалов бонусных. Например, к Дюне тут режиссёрская версия вместе с мультфильмом, который идёт перед началом около 15 минут, где рассказывается вся предыстория про какой-то там Батлеранский джихад, по-моему, называлось, когда была война с роботами. То есть кинотеатрной версии такого не было, там сразу начинался сам фильм. Ну и всякие интервью с продюсерами, с режиссёрами, трейлеры. И по каждому фильму, по сути, так. Больше всего, наверное, на Lost Highway тут бонусных материалов, судя по описанию. Все фильмы, как я говорил, в Full HD. И вот, смотрите, ещё интересно. Все фильмы, кроме Eraserhead'а, идут в английском DTS-HD Master Audio 5.1. Ну, то есть DTS-HD уже круто. Не 7.1, конечно, но 5.1. Это гораздо лучше, чем у нас в Blu-ray выпускают в обычном DTS-е. Но, к сожалению, Eraserhead у него только стерео 2.0. Ну, это не критично. Фильм, как-никак, старый. Тогда никто, наверное, даже и не думал, что в будущем будет 5.1. Ну, так что приятно, что всё вот так это устроено. Издание, как вы видели, уже отличное. Дэвид Линч, великолепный режиссёр. Ну, его надо, конечно, понимать. Ну, возможно, вы, как бы, и не поймёте его. Я сам не уверен, что я понимаю то, что, как бы, Дэвид Линч понимал. Но, знаете, понимать такого режиссёра по-своему, это тоже многого стоит. Почему? 100% рекомендую всем фанатам кино такое издание. А меня зовут Сергей. Подписывайтесь на мой канал. Здесь будет много различных обзоров и всего интересного. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!